здравствуйте друзья на связи денис телегин сегодня видео я снова буду отвечать на вопросы моих подписчиков которые задаются в комментариях недавно на одном из наших объектов мы устанавливали плинтус скрытого монтажа сам плинтус был сделан из mdf и покрашен цвет стены ну а перед этим мы установили специально теневой профиль вопрос заключается следующим на какой клей клеит плинтус smdf металлическому теневому профиль строительный монтажный клей или как его еще называют жидкие гвозди делятся по назначению и по составу по назначению они бывают универсальные и специализированные универсальный клей склеивает большое количество всевозможных материалов а вот специализированные клея рассчитаны на склеивание определенных материалов естественно что специализированный клей намного лучше, чем универсальный. К тому же они делятся еще и по составу. Они бывают акриловые на водной основе и неопреновые. Там основа синтетический каучук. Неопреновый клей на основе синтетического каучука более прочный и надежный, чем акриловый. К тому же его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Он прекрасно подойдет для использования во влажной зоне. Например, в ванной комнате. Но при этом у него есть и недостатки. К примеру, у нас уже готовая, скажем, крашеная стена. И нам на угол надо будет приклеить пластиковый уголок. И вдруг излишки клея выступают за пределы уголка. Удалить эти излишки будет очень сложно. Поэтому такой клей больше подходит для черновых работ. Водный клей на акриловой основе, как правило, применяется для внутренних работ. Такой клей белого цвета. И после высыхания он становится прозрачным. Мне, кстати, доводилось видеть, как одни мастера клеили на такой клей напольный плинтус белого цвета. А стыки промазали им же вместо шпаклевки. На следующий день, когда клей высох, он стал прозрачным. И все стыки сразу стали бросаться в глаза. Акриловый клей обладает следующими преимуществами. Во-первых, он не имеет резкого неприятного запаха. И самое главное, если излишки клея выступят за пределы, то их можно легко удалить влажной губкой. Поэтому именно такой клей лучше всего подойдет для финишной отделки. Он склеивает любую поверхность. Но следует помнить, что одна из поверхностей обязательно должна быть пористой. В нашем случае мы использовали акриловый клей фирмы Титан. С одной стороны у нас был металлический профиль, а с другой плинтус из МДФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, друзья, я вкратце рассказал о том, какими бывают жидкие гвозди, на какой основе и почему для приклеивания плинтуса мы используем именно акриловый клей. А на этом у меня все. Смотрите другие мои ролики и подписывайтесь на мой канал.